Всем привет, друзья! Сегодня поговорим на вашу, наверное, любимую тему, а именно видеоигры на разных платформах. Кому-то нравится больше Xbox, кому-то PlayStation, да, у меня есть и Xbox, и PS4, и вот PS5, вот так от него выглядит контроллер. В принципе, конечно, неплохой, но если выбирать вот среди прям всех платформ, я, конечно же, буду играть на ПК. Генри Кавилл, привет! Но если говорить именно про консольный гейминг, то моё сердечко лично принадлежит Nintendo Switch. И я, в принципе, думаю, что многие тоже хотели бы себе Nintendo Switch, но платить 20 с лишним... Или сколько там сейчас стоит Nintendo? 25 тысяч рублей стоит новый Nintendo Switch, и далеко не каждый готов платить такие деньги за недоконсоль по железу, которая, ну, может быть, чуть-чуть мощнее смартфона. И тут возникает резонный вопрос, а если вот у меня уже есть смартфон, да, то почему бы мне, например, не попытаться превратить его в Nintendo Switch? С помощью вот такого контроллера, например. И наверняка у вас возникает вопрос, а не слишком ли сильно этот контроллер похож на контроллер от Nintendo Switch? Дело в том, что этот контроллер выпущен вроде как специально для эмулятора Nintendo Switch на Android. Мы к этому ещё вернёмся, я думаю, ближе к концу выпуска. Сейчас давайте просто посмотрим на этот контроллер, ну, типа, как обычный контроллер, чтобы просто вот смартфон воткнул и начал играть, тем более, что здесь это можно. Потому что он подключается не через Bluetooth, а вот через OTG, то есть воткнул смартфон, и, соответственно, можно сразу играть, никаких приложений, ничего тебе больше не нужно. Упаковка запечатана с двух сторон специальными стикерами. И в целом я вам скажу так, хоть я и покупал это на AliExpress, но упаковка выглядит очень качественно. Нас тут встречает надпись Welcome to Gamesir World, это мне что-то напоминает на самом деле. Но даже если дизайн у кого-то и скопирован, сделано это на славу. Собственно говоря, вот тут уже сам контроллер и есть какой-то конверт. Он, зацените, как открывается вот так. Ух, здесь у нас, судя по всему, какие-то наклеечки даже есть. Да, реально, смотрите, наклеечка Gamesir. Но, в общем и целом, я думаю, вам не стоит, да, говорить, на какую компанию это похоже, если красный цвет заменить на зелёный. Ну, я думаю, вы без меня догадаетесь. Собственно говоря, все вот эти инструкции нам, по большому счёту-то, и не нужны, потому что, как я уже говорил, этот контроллер просто подсоединяется к Android-смартфону и сразу начинает работать. Собственно говоря, никаких проводов, ни зарядки, ничего нет, так как питание он берёт непосредственно от смартфона. Ну, и теперь можно рассмотреть его поближе. Во-первых, у нас тут есть ещё одна наклеечка, вот на такой прорезиненной... На самом деле здесь всё прорезинено. Смотрите, вот эта часть прорезинена. Вот здесь, куда у нас будет именно закрепляться смартфон. И даже снизу, на самом деле, у нас есть прорезиненное основание. И, кстати говоря, знаете, что я хочу сказать? В отличие от того же Nintendo Switch, этот контроллер, он более объёмный. Ну, то есть, если мы посмотрим вот сюда, то здесь у нас просто вот плоскость. То есть, мы когда его вот так держим, у нас вот тут под пальцы, как бы, у нас нет места. В отличие от абсолютно всех типов геймпадов, контроллер у Nintendo Switch абсолютно плоский. И, ну, это не то, чтобы круто. Всё-таки иногда хочется какой-то эргономики. И вот в этом контроллере она хоть и не особо ярко выражена, но она всё-таки есть прорезиненное основание. И, в целом, в руке сидит очень классно. По количеству кнопок здесь всё абсолютно то же самое. Ну, то есть, прям под копирку, вплоть до того, что здесь есть кнопка для того, чтобы сделать скриншот. И я серьёзно не шучу. Если нажать на вот эту клавишу, то должен сделаться скриншот. Соответственно, тут есть полноценный набор курков, два стика и крестовина с буквами. Плюс тут ещё есть разъём. Не для того, чтобы заряжать контроллер, а в случае, если мы играем на смартфоне и нам нужно его параллельно ещё и подзаряжать, то, соответственно, мы можем это сделать. Так, окей, давайте попробуем установить сюда смартфон. У меня, для примера, будет Galaxy Note 20 Ultra. И это будет интересно, так как это, в принципе, самый большой Android-смартфон, который у меня есть. И вот интересно, поместится ли он в этот контроллер. Собственно говоря, если поместится Galaxy Note, то и любой другой Android-смартфон сюда также без проблем встанет. Смотрите, я вот так подключаю контроллер, раздвигаю его и, собственно говоря, вот и вся установка. Смартфон сюда поместился фактически впритык, но, опять же, да, повторюсь, это, пожалуй, один из самых больших смартфонов на данный момент. И вряд ли вы на нём будете играть с этим контроллером. Соответственно, если у вас смартфончик попроще и поменьше, то проблем вообще не должно быть. После подключения смартфона у нас загорелась соответствующая лампочка. И контроллер работает. Вот, смотрите, я могу перемещаться по меню. Но самый главный вопрос, будет ли этот контроллер работать вот прям сходу, без остановки их либо программ? Например, если я запущу Соника. Это, конечно, очень странно, но почему-то именно Соник пришёл мне первым в голову. Вот именно как игра, в которую можно поиграть на контроллере. Ну, в общем, что я вам могу сказать? Перемещение по меню работает, это уже хороший знак. Давайте попробуем начать игру. Собственно говоря, у нас есть цифровые стики в самой игре. Но если я вдруг попытаюсь поуправлять стиками на контроллере, смотрите, они также отлично работают. И при всём при этом мне не приходится пальцами перегораживать часть экрана. Вот это круто. Но, типа, контроллер реально начинает работать без каких-либо программ, установок и без ничего. Реально, мы просто подключили, и он играет. Притом, играется всё без каких-либо задержек. Но, ещё раз повторюсь, да, это как бы Соник. А что, если попытаться запустить что-то посерьёзнее? Но перед этим я хочу заценить клавишу скриншот. Как я уже говорил, если нажать вот сюда, то у нас, да, действительно делается скриншот, и это тоже безумно удобно. Окей, Соника это, конечно, круто, но как этот геймпад поведёт себя, например, в рейсинге? Ну и, собственно говоря, здесь также всё работает. Смотрите, мне вообще не приходится прикасаться к экрану. То есть, всё управление происходит у нас непосредственно с помощью контроллера. И это круто, потому что я лично не очень люблю сенсорное управление, мне больше привычны всё-таки кнопки и стики вот для тех же самых поворотов, да, например. И смотрите, насколько на самом деле отзывчиво управление, то есть оно практически без задержки. Короче, если сравнивать со свичом, а так как контроллер очень сильно его напоминает, то это будет очень уместно. Момент номер один, я вам уже высказал, это эргономика, свич абсолютно плоский, и это не прикольно. Второй момент, это стики. У свича они довольно маленькие, и у них очень маленький угол отклонения, ну то есть, как бы, вот это их максимум, плюс они сами по себе довольно низкие. Что касательно геймсира, то стики здесь повыше, и ход у них за счёт этого намного больше. Мне кажется, что привыкнуть играть на таких будет намного проще. Честно говоря, высота стика, в принципе, сравнила со стиком PlayStation, единственное, что здесь у него площадь немножко побольше. Что касательно остальных кнопок, то, честно говоря, это один в один, как на Nintendo Switch. То есть, даже вот эти курки, единственное, что они, ну, может быть, немножко громкие, но я не думаю, что это критично. Ну и самое крутое, это то, что мы сюда можем ставить абсолютно любой Android смартфон с выходом USB Type-C, к слову говоря, который здесь не то чтобы обычный. Смотрите, я достаю смартфон для того, чтобы вам показать. Он здесь не фиксированный, а подвижный. То есть, смотрите, он отклоняется вниз, он отклоняется вверх. То есть, можно не бояться, что мы случайно его как-то выломаем. Ну и, соответственно, смартфон благодаря этому сюда устанавливается намного проще. Ещё раз повторюсь, я беру огромный Galaxy Note 20 Ultra. Вот так его сюда подставляю. Вот у нас входит разъём. Я раздвигаю контроллер. И, собственно говоря, всё. Вот у нас вся установка. Ну и, кстати говоря, из плюсов также можно отметить то, что разрешение экрана в таком случае у нас получается намного больше, чем у Nintendo Switch. Так, окей, контроллер мы протестировали. В принципе, у меня никаких нареканий нет. Штука крутая. Но, опять же, я вам говорил вначале про эмулятор Switch. Если на Android смартфоне действительно можно запустить полноценный Nintendo Switch, то я не понимаю, почему мы до сих пор этого не сделали. И вроде бы эмулятор скачать с официального сайта несложно. Там довольно простая инструкция по настройке. Но вот у меня почему-то игры запускать не получается. Весь процесс заканчивается показанно заставке Nintendo Switch. И, в общем-то говоря, всё. Всё. Дальше просто у нас ноль FPS. При том, я попробовал это сделать на разных Android смартфонах. И результат тот же самый. Эмулятор просто не работает. И всё это при том, какую бы игру я ни пытался запустить, исход реально каждый раз один. Вот мы нажимаем вход в игру. У нас есть заставка. И дальше тупо чёрный экран. Чёрный экран и ноль FPS. Так, окей. Мобильный гейминг, это, конечно, всё очень круто. Ну а что, если попробовать запустить на смартфоне с этим контроллером, например, GeForce Now? Ну вот, в качестве примера запускают Destiny 2 через облачный сервис. Контроллер вроде работает. Сейчас посмотрим. Я так понимаю, что начинается всё с какого-то обучающего уровня. Но, тем не менее, посмотрите. Всё работает. Всё происходит довольно отзывчиво. Возможно, есть какая-то небольшая задержка. Но я бы не сказал, что это как-то критично. Зато я могу точно сказать, что графика здесь явно лучше, чем если бы я играл в это на Nintendo Switch. Так, народ. Вы вообще можете поверить, что я играю в это на смартфоне? Типа, я сейчас кого-то грохнул? Я, конечно, не фанат шутеров на консолях. Хотя я не знаю, как вот это вообще... Можно ли назвать это консолью? Но это я скорее зашёл просто в облачный сервис проверить, будет ли там работать контроллер, да? Учитывая, что эта игра у меня даже не установлена. Это же просто как бы картинка из интернета. Но даже здесь геймпад со смартфоном работает. Так, окей. Это, конечно, всё круто. Но хочется попробовать кое-что ещё. Естественно, нужно проверить ещё одну очень популярную игру. Это Minecraft. Я думаю, то, что многие играют именно со смартфона. И я попрошу меня извинить, но соседи почему-то решили затеять ремонт именно сейчас. Итак, Minecraft. У нас есть классическое сенсорное управление, но стоит нам докоснуться до стика, либо нажать на любую кнопку, у нас управление сразу же переключается на управление с геймпада. И это очень удобно. Опять же, нам не нужно скачивать какие-то дополнительные программы, производить манипуляции, настраивать геймпад, тут всё происходит автоматически. Но, кстати говоря, если зайти в настройку, то здесь можно установить, например, чувствительность контроллера или инвертировать ось Y. Так что всем любителям поиграть в Minecraft на мобильных устройствах на заметку. С контроллером это наверняка будет делать удобнее. Качество сборки я бы оценил на 10 из 10. Форм-фактор, ну, тут как бы на любителя. Да, кому-то больше нравятся вот такие геймпады. Опять же, повторюсь, да, мне нравится расположение кнопок именно вот как здесь. И когда у нас экранчик находится непосредственно по центру, нежели, знаете, есть геймпады, когда вот повторяют геймпад от консоли, и тут ещё вот так выносятся, то есть экран получается сверху. Ну, вот, лично мне такое не нравится. В общем, какие-то такие мысли, друзья. Заказывал этот геймпад на Алиэкспресс. Ссылочку я также оставлю в описании. Если вам этот ролик понравился, не забудьте оценить его вашим лайком, а также подпиской на канал и каким-нибудь комментарием для того, чтобы продвинуть этот ролик в тренды, чтобы другие увидели. Ну, и вы тоже друзьям там зарепостите себе на стену в социальные сети, куда угодно. У меня же на этом всё, друзья. Меня зовут Тимур. Я желаю вам приятных игр, как на геймпадах, так на клавиатурах, так и на смартфонах. В общем, на сегодня всё. ГЛХФ. Увидимся.